Шоу одному только, а даже никому неизвестный день карантина. Развлечений становилось все меньше, а необходимости в них все больше. В один карантиновый утренний день, что за вред только что был сказан, на меня обрушился шквал сообщений. Лиса, сними про макияж ватными палочками! Лиса, сними про ватные палочки! Лиса, сними про ватные палочки! Что за безумие, думала я, но ватные диски и палочки преследовали меня просто везде и всегда. Кажется, Ютуб нуждается в новом челлендже, подумала я. И... Всем привет! Настало время годного контента на Ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня мы с вами будем делать, точнее я буду делать макияж только ватными дисками и ватными палочками. Вы просили меня снять это видео огромное количество раз. Я подумала, откуда у вас у всех такая массовая идея появилась. Потом я заютубила и увидела, что Наталина Муа снимала такое видео. Была бы очень неплохая идея взять и повторить этот макияж, потому что в отличие от Наталины, у меня все равно все получится через одно место. Вот. А вы любите смотреть, как у меня все получается через одно место. Но прежде чем мы начнем, обязательно подписывайтесь на мой канал, тык! Включай себе уведомления о публикациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. Первый пункт это тональный крем. На самом деле, это мой самый любимый тональник, но вот прям он входит в топ-3 совершенно точно, я вам неоднократно о нем рассказывала. Этот тон я буду наносить пальцами, потому что, ну знаете ли, я не знаю таких дураков, которые бы наносили тональный крем ватными дисками, или уж тем более ватными палочками. Поэтому этот раунд будет достаточно быстро, и зато я пожалуюсь вам на мой тональник. Возможно, спросите, а зачем ты жалуешься? Ведь он же тебе так сильно нравится. А я вам отвечу, да потому что он у меня закончился, и все. Это последние две капли, последние две капли, которые сейчас вы видите на моем лице, такими бежевыми капельками они накапали на мое лицо. Что, а? В общем, печаль беда в том, что я не могу найти этот тональник, я без понятия, где его покупать и что с этим вообще делать. Так что, походу, придется его заказывать куда напрямую из Кореи, потому что в России я его вообще не могу найти, это ужасно. Прощай, мой добрый, милый друг, нам было вместе с тобой очень хорошо, но боюсь, что этот день настал. Я долго думала, какой же макияж мне сделать ватными палочками и ватными дисками. Я думала, может быть, мне сделать макияж гранж, а может быть, мне сделать гламурно-пафосный мейкап. Но потом я поняла, что в последнее время, из-за того, что я покрасилась, слишком много из вас сообщений мне пишут о том, что «Ууу, ты теперь Флора из Винкс!» И я такая «Ууу, кажется, я сделаю макияж Флоры из Винкс!» Если что, это видео снималось до того, как я опять сделала розовый цвет. Краска не смылась с ней, все окей. «Винкс! Флора из Винкс! Это она! Вот так выглядит она! Битва анимешников против Винкса!» Никогда бы не думала, что я однажды буду делать макияж Флоры из Винкс. И вообще-то я Стеллочка! Насколько я поняла, а я могла понять неправильно, макияж Флоры выполнен в розовых оттенках, несмотря на то, что она вся такая зелененькая. Что ж, надо взять большую розовую палетку и... ватный диск. И ватную палку взять и попробовать что-то нарисовать на глазах. Вот прям одним очень чувствительным местом чувствую, что нихрена не получится из этой задумки у меня точно. Палетка есть, но время ли это для палетки? Я думаю, что нет, потому что я поняла, что... Сначала мы должны с вами проверить... Контуринг! Чимина? Его, песика Чими. Лицо у Флоры явно очень треугольное, с акцентом на щеки, поэтому давайте-ка вот эту всю зону нафиг уберем и сделаем супер-мега острый подбородок. Ведь у тебя есть палочка, выручалочка. Нет, нам нужен тампон. Ватный. Окей, well met. Моя жизнь после этого никогда уже не станет прежней. Я официально в охренемиозе. Именно в охренемиозе. Да. Значит, жила я жила. Пользовалась кистями, мокрым бьюти-спонжиком, тратила на это деньги. А оказывается, нужно всего-то на всего было потратить ватный диск. Ладно, ватные диски и ватные палочки. С контрингом вы справились на ура. Но что же вы скажете про это? Про брови. Возможно ли ватной палочкой, палочкой-выручалочкой нарисовать себе брови? Напомню, что у Флоры брови достаточно такие милые, полукруглые. Угу. Кстати, кто ваша любимая феечка из Винкс? Давайте устроим битву феечек из Винкс. А я застелочку. Я абсолютно ничего не понимаю. Знаете, раньше, когда я была ребенком, у меня было только две кисти. Обе были сворованы у мамы из косметички. Она об этом не знала, но когда узнала, дала мне мука. У меня, кроме этих двух кисточек, была также ватная палочка. Прямо как сейчас. Ну, нет, это бы уже давно стухло. Этой ватной палкой я, как сегодня помню, что я рисовала себе кошачьи секси-класса. Сейчас я вспомнила про этот момент. И знаете, получалось-то не настолько плохо. Ну, может быть, настолько, но все говорили, что было хорошо. Ну, все это, наверное, один или два человека. Ведь неплохо же получается. Знаете, у меня появляется достаточно настойчивое чувство того, что мне необходимо кому-то этот челлендж передать. Потому что я уверена, что... Точнее, я не уверена, что я совершенно не понимаю. Это я так хорошо орудую палочками, потому что у меня есть опыт? Или... Или... Я не знаю. Я реально хочу, чтобы это кто-то из других бьюти-блогеров повторил. Ближе к концу видео что-нибудь придумаю. Надо кому-то необычному передать, чтобы человек прям максимально вскрылся. Прикол! А вот нос контурировать реально суперудобно. Я отвечаю вам, попробуйте сконтурировать нос. Именно вот эти вот полоски поставить и растушевать. Реально топ-контент. Настало время теневого контента. Будем с вами делать макияж век. Я буду делать макияж век при помощи ватного диска, который я сейчас сложила вот таким образом. Мне кажется, будет неплохая альтернативна кисти. И сейчас я беру самый светлый оттенок нейтральный. Вот этот вот. Макаю в него ватный диск. Переносится хорошо. Главное, чтобы вот этот вот кончик был весь. В душе не сношаю, получится или нет. Получилось. Не могу сказать, что это сильно хуже, чем то, как я обычно наношу тени. Не могу сказать, что это хорошая новость. Теперь берем оттенок, который будет у нас на всем веке подвижным. Вот этот. Короче, девочки, если у вас нет кистей, но есть желание зачем-то сделать макияж, ватные диски вам в помощь. Ватные диски, не туалетная бумага, как говорится, так не говорится. В дефиците этого нет. И добавлю еще вот этот вот кислотно-розовый. Прям хочу в самый центр века добавить. Нижнее веко я сделаю сразу изначально ярким. То есть воспользуюсь вот этим вот цветом. Класс. Даже не меняю диск. И прям вот проведу сюда. Такая получилась флора-повелительница травы. Чуть-чуть, самую малость. В общем-то, посмотрите на это поближе. Но что самое кажется мне главное в этом макияже, это не столько нанести тени, сколько попробовать построить форму глаза. У флоры глаза очень странную форму имеют. Они какие-то полувытянутые, полуширокие, полуузкие. Короче, они максимально непонятные. Так, подтираем все лишнее. Подтираем нежно и деликатно. Так, как будто это туалетная бумага, которая осталась немного, а в рамках всей этой эпидемии тяжело достать новую. И да-дам! Получается какая-то такая вот фигня. Ну да, флора. Блин, ну в этом тогда вообще никого смысла нет. Потому что она уже в комплекте идет с этой фигней. Кто ж так будет заморачиваться-то? Ну ладно. А, ну окей, хорошо. Выглядит, кстати, прикольно. Круто. Мне нравится определенно. Блин, реально топ. Вообще огонь. Мне нравится. Как в симсах получается, когда качаешь какие-то моды. Теперь-то можно и ресниц добавить. Я думаю, все понимают, почему я не наношу ресницы ватным диском или ватной палочкой. Потому что, когда вы покупаете тушь, у вас всегда в комплекте есть щетка. Если вы купили тушь, и у вас нет щетки, вас развели. Тушью прям вообще крутяк. Сейчас я возьму хойлайтер с яшечкой и попробую нанести его ватным диском. Вот это вот мне будет конкретно интересно попробовать. Потому что пока не представляю, как вообще себя поведет любой рандомный хайлайтер. Хотя нет. Стоп. Сначала румяна. Тут, я думаю, надо взять прям полностью ватный диск. Вот так. Смакнуть румяна. И да. Эффект получается приемлемый более чем. А еще, к слову говоря, я придумала, какому блогеру я хочу передать это мракобесие. Давайте заспамим Дашу Граф. Даша, во-первых, вскроется от этого всего. А во-вторых, она реально будет стараться сделать что-то очень крутое и сложное, как она обычно это делает. И у нее нифига не получится. И она будет скрываться еще сильнее. Поэтому давайте, короче, пишите Дашу Граф, чтобы она сняла этот челлендж. Прям так и пишите ей. Сними видео макияж ватными палочками. Хэштег. И пусть она его снимает. Потому что если она не снимет, значит, что она у нас кто? Она... Сакунишка. Даша, ты не сакунишка. Я знаю. Принимай мой челлендж. А еще давайте заспамим Рину хэштег ватная палка. Я буду орать, если она сделает макияж губ ватными палками. Виде тебя есть палочка, выручалочка. Ну и, конечно же, хайлайтер, ока, сияшечка. Как же без него? Тут, я думаю, надо сложить диск вот так и перенести на хайлайтер вот так. Вот так. Охренеть теперь. Че это за бред? Почему? За что так хорошо? Сюда еще добавлю. Прям вообще. Фея, фея, блестяшек, е-мое. Интересно, если я была бы феечкой Винкс, какая бы у меня была суперсила? Пожалуй, без лишних слов, просто скажу слово помаду. Губы у нашей Чики примерно вот такого вот цвета. Это у меня помада от Мак в коллаборации с какой-то американской блогершей. Честно, не знаю. Я просто была на этом мероприятии и сделали вот такой подарок. Это нанесение, оно не позволит что-то лишнее сделать, потому что, видите, растушевка очень сильная. Много средства уходит. Я реально просто в шоке. Малый Чинко, иди ко мне. Малый Чинко переводится как Малый Писко, если вы не знали, это его имя. Но вообще, это, наверное, женщина из моей распаковки видео про покупки в Корее. Малый Чинко, и я, мы в шоке официально. Посмотрите на этого гуся, на эту утку. Она же вообще офигела, она в полном шоке. Вы понимаете, я сделала полностью макияж, только используя ватные и ватные палки. Да как это, мать вашу, вообще возможно? Охренеть, можно!